Это то, что называется нейропластичностью. Это означает простыми словами способность, потенциал вашего мозга меняться. Еще 12-13 лет тому назад такая основная линия мысли в нейронауке говорила о том, что эти состояния не меняются, что, например, родившись таким подавленным и несчастным, вы побольше, по сути, обречены на существование именно в таком ключе, что этой нейропластичности нет. Теперь они изменили свое мнение, они говорят, нет, это не так. Вы можете меняться в этом вот параметре. И, по сути, возможности и потенциал этот не ограничен. И это дает надежду, не так ли. Второй важный момент. Это понимание того, что способно наилучшим образом, наиболее эффективно гарантировать переход от этих негативных состояний к позитивным состояниям, что это медитация. И третий важный момент. Это то, что подобные позитивные перемены, происходящие в вашем мозге под воздействием практики медитации, отражаются также и на соматическом или на физическом уровне, на уровне тела. Это оказывает благотворное влияние на вашу иммунную систему, на кровяное давление, сердечные какие-то проблемы, снижение стресса, какие-то онкологические проблемы. Масса аспектов у этого. Я добавил бы от себя еще одну. И сделал бы четыре таких вывода важных. Это как бы исследование из моей собственной лаборатории. Знаете, что это моя лаборатория? Это хорошо для жизни. Почему? Счастливый ум, радостный ум. Здоровое тело. Это же хорошо для жизни, да? Полезно для жизни. Это такой был экскурс в научную составляющую этой проблемы, этой темы. И как я уже упоминал, три медитационных техники я использовал, находясь под наблюдением в этом аппарате функционального МРТ. Трем, пожалуй, я не успею вас научить, но одной могу поделиться. Помните, о чем они были, эти три? Первое. Ответвшим лица. Ответвшим лицом. Второе. Оператория. Ответвшим лицом и сострадание. Ответвшим лицом. Ответвшим лицом. Да? Это ясно? И так, чего бы вы выбрали? Первое решение. Важное решение в вашей жизни. Окей. Окей, открытое присутствие. Поднимите руку, а кто за открытое присутствие? Окей. Концентрация. Объект, фокус, фокус. Раскидка. Окей. Окей, не так много. Компасшин. Компасшин. Окей, окей. Нет, нет, концентрация не хочет. Не так много людей хотят учиться. Два вещи. Открытое присутствие или компасшин. Это две вещи. Из двух выбираем явно теперь, да? Во второй тур вышли у нас две практики. Открытое присутствие и сострадание, да? Семя, я хочу спросить вас снова. Итак, опять спрашиваю вас. Окей. Открытое присутствие, да? Открытое присутствие. Окей. Теперь, сострадание. Я думаю, открытое присутствие. Открытое присутствие чуть побольше. Если у меня есть время, я также научу вас сострадание. Да? Да, остается время, мне не жалко, я научился медитации и сострадание. Два важных момента здесь есть. Первый. Это физическое тело ваше. Второй. Это относительно ума. Окей. Смотрите продолжение в следующей серии.